Поэтому сейчас, здесь и сейчас у всех все хорошо, все есть, и вы сейчас понимаете, что у вас есть все, вам может быть только надо где-то что-то найти, увидеть, но вы все, и вы есть все. И вот с этого расширенного состояния вы, собственно, и делаете все свои делишки. То есть вы подвешаете себя в состояние, вспоминая вот эту встречу? Да, ну как бы, уплотитесь просто в нем, как бы, оно, все, оно, понимаете, вот все, оно у вас есть, и вы его никогда не теряли. Вот оно, ты творец, посмотрите, вы что это, вы нас создали, все, посмотрите, ну то есть почаще оглядывайте, боже, я эту дорогу, да я вот эту вывеску, да я это пиво, ну это я все создала. Как можно вообще думать, что у тебя какие-то желания не исполняйте, если ты уже вот это все сотворила? Да, ты это все вот идешь, и у тебя это виртуальная реальность, и ты уже это все творишь прям по ходу. А даже отвечу на вопрос про желание, как раз, чтобы вы перешли к теме, она как раз связана на этом. Что такое желание глубоко, да, и как этот вопрос звучал? Я спрашиваю, уже у всех, кто исполнилось, да, никого это не надо. То есть, вот есть... Какое желание вообще есть, красиво? Вы как это все знаете, в процессе... Какой роль играет желание? Да, как это играет, что за роль, что вообще... Это не система, это... Желание? Да, я не говорю, я озвучу, но... В этой точке зрения... Желания нету, если мы возьмем каждое слово, что его нет, мы просто его обозначили определенным явлением, которое нам таким явлением явилось, правильно? Все, тут понятно вообще, я вот прям слова разложила. Если взять слово желание, это тоже явление, которое мы каким-то образом назначили. Представьте, что нет никаких желаний, ну, потому что есть все. Вы желаете воздух? Не желаете воздух? Нет, нет. Если мы возьмем, копнем с другой точки зрения, вот с этого угла, сейчас вот так вот обойду, вкладку скачок совершенно, вот здесь вот у нас шарик, возьмем с физики, да? Есть некая сила, которая его может толкнуть, и этот шарик покатится, да? Вот это вот инерция. Инерция, и шарик сам катится. Вот этот процесс, это творение, да, пока он катится. Сила, которая его толкнула, это импульс. Ну, по импульсу, да, и покатилась на инерции. Вот этот импульс рождается желанием, чтобы он покатился. Согласна, да, вот с этим пока? Вот, ну, это все фигня, на самом деле. Это я просто сейчас физики захожу. Чтобы возникло это желание, нужен интерес. А как он покатится, и как его толкнуть? Понимаете? Просто интерес. Как только у вас есть интерес, все, желание толкнуло, и поймете, он потек, побежал, покатился, упал, поднялся, там, взлетел. Неважно, какое действие, творец это действие, делание. Неважно, как творец это делает, вы просто за этим процессом наблюдаете. То есть ваш внутренний творец, он уже все творит и так. То есть вам нужно... Интерес. Интерес, да. Жизнь, это что? Жизнь же желание. Жизнь, это что? Что такое жизнь? Просто вот, вашим явлением, как оно означается? Расскажите пару слов. Что такое жизнь? Говорите, вот так, вопрос, я не коррекцию. Просто, что такое жизнь? Словом, ты жизнь. Забудьте про контроль, это классно. Говорите, говорите, говорите. Что такое жизнь? Дыхание делаете. Вдыхание, желание, удовольствие. Говорите, ну, говорите. Жизнь, это интерес. Да, вы это уже сказали. Альшо? Жизнь, школа, развитие, чувства, переживание. У нас есть такое понятие, что жизнь, это вот ты родился, ты идешь и ты живешь. Типа, движение. Да, и у нас есть такое некое понятие, что в голове, что жизнь, это перемещение. То есть, это движение, да, опять же. Движение куда и из чего? Рождение, ну, типа. Да, хорошо. А если нет рождения и смерти, то жизнь? Откуда никуда? Бесконечность. Откуда никуда? Да, бесконечность. Броновское движение отличное, да, это тоже классный порядок. А если представить время, я сейчас скажу, к чему я вообще не буду. Если представить время, все время, ну, типа, откуда-то, куда-то бежит. Но если представить ничего и все пространство, откуда и куда оно бежит? Ну, тоже, да. Когда оно стоит? Нет. Нет. А что, время стоит, если вы стоите? Рождение идет, 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 идет. Ну, они как бы... Куда идет время? Да, куда. И откуда оно идет? И откуда, никуда. А время это исчисление, да? Время, да. Мы сами его подогнали в шаблон какой-то, да, времени нет. Нет, не просто, а мы живем сейчас. Да, мы сначала говорили, да, что как бы любая цифра, она обладает... То есть, вот это движение, когда мы, как творцы, из ничего творим, проявляемся во всем, то в кружке, то в воздухе, то там в деньгах, то еще что-то. То есть, мы сменяем состояние. Из одного состояния плавно перетекаем в другое. То есть, в момент перетекания из одного состояния в другое, из одной минуты в другую, из 10 лет в 11 и так далее, мы меняем состояние, правильно ли? С этими, с этими, с этими, с этими. То есть, движение... Переход в водоутругу, постоянный переход. И еще нет, но ни с начала не конца, сейчас скажем, как за начало, начало каждый раз. Вообще круто. Жизнь все так подвижения. Чтобы наше движение было, нам нужно меняться. Меняться постоянно. То есть... Эти сменения в любом случае происходят, потому что Вселенная не может развиваться, если не меняя этого. Какая это Вселенная? Ну, не Вселенная, а получается, не Вселенная, но все это расширяется и сужается, расширяется, благодаря тому, что это меняется постоянно. То есть, он не может постоянно в одном положении находиться. То есть, чтобы было изменение, что для этого надо? Чтобы было движение в изменении, что для этого надо? Чтобы было вот это движение из изменения одного состояния в другое. Да, то есть, чтобы поменяться, нам нужно... Опять же, желание, импульс, интерес. А интерес это что? Процесс. Мы сразу смотрите, сколько слов трансформировали. Просто понятия. Мы удержали за них, а они вообще не такие на самом деле. Интерес это что? Внимание. Вот, познание, внимание. Любопытство, желание, что еще? Так, наверное. А почему вы живете без интереса? Почему вы не знаете, что вам делать? Ну, потому что типа все уже это понятно. У меня что-то есть, я не знаю, но не знаю, что делать. А вот я не знаю, как найти свое предназначение. А что мне делать? А чем мне заниматься? У вас нет интереса. Потому что интерес, он пропадает сразу, как только он у вас появился. Вы не понимаете этого? Нет. Нет, я понимаю. Интересно. Уже не интересно. Уже не интересно. Как только вам появился интерес, оно сразу проявилось. Вам не интересно. Да, нужно. Потому что вам нужно движение. Потому что если вам будет продолжать интересно, вы перестаете двигаться. Понимаете? То есть вам нужно все время с интересом наблюдать. Интересно, а что это? А что это за слово? Почему я это слово обозначил вот таким явлением? Мне интересно. Вы не можете знать. Интересно, откуда у меня сейчас появятся деньги? Интересно, что такое деньги? Интересно. Вы знаете, что у вас есть банковский счет, что у вас есть кошелек. Вы знаете, что вам деньги приходят только через работу. Вы знаете, у вас этот пазл. Я знаю. У вас был интерес в знании. Вы их получили, но вы остановились в этом интересе и продолжаете его подпитывать. Получается, мы уже стояли. Но мне уже не интересно деньги в кошельке. Я хочу посмотреть там слитка. Вы подпитываете все время своим вниманием то, что вы получили. А движение и жизнь – это постоянное изменение. То есть выход вам должно быть вот прям с точки здесь и сейчас захотеться развиваться, познавая все время что-то новое и никогда не держаться за старое. Все, что вы говорите, а я знаю, все это тупик. Я знаю, как в дизайне правильно колористику, там, цвета сочетать. Я знаю. Все, у вас на этом крест, вы знаете? Я знаю, что у меня нет денег. У вас крест. Каждый раз, когда вы произносите слово «я знаю», у вас останавливается вот это движение. Потому что нет интереса нового узнать. А если вам еще пытается другая часть вас сказать, а можно вот так, а можно вот так, а сделай вот это. А вы что говорите? Я знаю, что стареет. Да, блин, я знаю. Ты что ко мне лезешь? Я когда рисовала картинку, мне такие шаблоны вскрылись. Я была в таком шоке. Она меня так бесила. Я думала вообще, не знаю. Я, конечно, скромно себя вела, блин. Но она так бесила. То, что мне нужно вытирать кисточку каждый раз. Она говорит, вот мы делаем белый фон. Потом на другом занятии с черного фона начали. Ты белую краску каждый раз добавляй капельку новой. И делай один мазок. И вытирай. Вот моя коцель, но еще она не зарисована. Потому что у меня пропал интерес. Это она транслирует, как она поняла. Ну, чтобы вы понимали, да? И каждый мазок, понимаете, я хотела размазать кучу раз. Ну и жадность, конечно, моя. То, что у меня есть бесконечные ресурсы, и ты не используешь, и мне нет интереса их использовать. То есть у человека шаблон, что надо использовать все. Идеть в жопу, потому что я хочу это намазать туда. Причем я хочу использовать то, что я уже взяла на кисточку. А то, что ресурс безграничный в тюбике лежит, я не хочу использовать. Я не экономую. То есть за пределами меня... А как нам по-новому начать это делать, если у нас эта штука на непроявленном... Она есть, но она настолько глубоко, она автоматом вылезает. Как показать это человеку, если... Вот мы просто будем сидеть разговаривать, этого разговора не достать. Я сама заколебусь из него это вытаскивать, да? Он... Это смотреть... Ну, не знаю, кто был, я показывала, как рождается, да, ребенок. И на самом деле, что там есть, что... Мы же этого не знаем, не видим. И как это еще показать? Ну, то есть нам нужно начать как-то материализовать. И у нее вот как бы еще... Ну, там был молодой человек, у него рука просто по-другому не ходит. Я вот уже с ним рядом стою. Я уже его беру. За руку воду. За руку нам надо научиться новую. То есть мы сейчас прямо новую нейронную цепочку строим. А у него такой, знаете... Самый основной уровень движений, потому что он знает, как надо... Ну, то есть в этом моменте у него очень серьезный этот паттерн, вот этого знаю. И нам вот мы его прямо вот разбиваем, а здесь и сейчас физическими движениями. И прямо... И он вот так прям делает. А его ребенок... Ну, его ребенок внешний, да, его часть внутреннего ребенка здесь была. Прямо... Ну, дочка... Она в истерике была. Она в трех раз сиделась... Ах... 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 Ну, я с собой работаю через него. Видите, какой еще... А у меня... А у меня... А у меня сама трясет, а там все семья одевают. А у меня мама, дочка, как бы, и в этот... И это классно, когда вот находишь... И меня тоже так прямо колбасит, прямо, ну, вместе с ними. И в этот... И у меня уже, это... У меня уже просто там коленец в полной программе. И потому что, ну, вплоть до движения. И когда это, наконец, вот это непроявленное, начинаешь хоть как-то, ну, любые методы, ну, как можешь, да, выявлять, конечно, вот это такое, по-новому. Вот просто хочется, я по этому лежу, тебе просто сразу такая вот реакция. Начинает ломать на физическом прямо плане, когда вот это прямо очень глубоко. Заметили, мы не говорим ни про энергию, ни про там каких-то... Псюшняк. И дух, и так далее. Потому что мы сами каждое слово наделяем. И вот если вы каким-то техникам придерживаетесь, да, это круто познавать техники. Вообще круто, это новое, интересное. Но они устарели в тот момент, как вы их получили. Вы узнали, расширились, идите дальше. Создавайте свои новые техники постоянно. То есть я обращаюсь к духу. Все, у вас, короче, крыша переехала, там, перекрылась. Вы к нему-то шли, да, вы росли, росли. Но потом у вас, когда вы уже познали, что такое дух, да, вы поняли, что дух это есть все. Коллективное сознание, и все, у вас потолок. Дальше идти надо, дальше. Не надо держаться за какую-то одну правду, которую вы выбрали. Если вы каждый день берете новую правду и рассматриваете ее со всех сторон, любую технику, любые знания каждого человека, то, что он говорит, это пипец как интересно. Так расширяется, я вообще не знаю. И все работает. И даже когда кто-то преговорит, она тоже расширяет. Ну, то есть, это тоже ваш способ расширения. Вы просто займите такую точку наблюдения. И вот у Нелли был эфир, да, как бы, ну, кто-то там писал, ну, типа, вообще он там не в причине, да, пошел он как-то. А там было, что взять, на самом деле. А, я с человеком, который въездникой занимался, access bars. Это, взумеется, подъезд, который вон пошел, вообще не в теме. Кто это кому говорит-то? Люди-то на себя смотрят. Это кто? Это они в системе завязли на духах, на энергии, там, еще что-то. Любое слово можно взять в каждый и разложить по-своему. А мы вот привязались, и все. Всеми словами мы играемся, специально наделяя их какими-то смыслами сами, для того, чтобы поиграть, обозначить, посмотреть. Мы кружку наделили кружкой, сделали плотность, да, из ничего, для того, чтобы из нее попить. У нас есть понятие кружки, но мы уже это понятие настолько обыграли, что кружек масса разных видов, там, это, ну, мы просто играем этим словом, понятием, по-разному все время, ну, играем, мы не отрицаем кружки. Я не отрицаю духа, не отрицаю энергии, не отрицаю кто-то, прослушайте, я сказал. А есть все. Вопрос, как вы это используете и играетесь. Если мы просто бы смотрели на эту кружку бесконечно, вот она должна быть вот такой формы и так далее, ну, какой бы мир был не разнообразный, представьте, все бы кружки мира бы исчезли, вот осталась какая-нибудь одна и все. Ну, это кружка, она ни у кого резонанса, на самом деле, внутри не вызывает. Если я вам скажу слово безысходность, что вы там сейчас чувствуете? То же самое, сначала хотела налать и, да, более влечитательные мысли. Безысходность, ну вот, кто что ощутил сейчас? Кому так, как и она, как и она, да? Ну, так себе, да? Потому что она уже наделенная, определенная, наделенная, как бы, со всеми там устойчивыми понятиями. Если мы сейчас эту безысходность перевернем, давайте, ну, давайте накидаем, что такое безысходность, да? Без исхода. А у нас сразу может быть какой-то исход в точке здесь и сейчас. Какой исход? У нас наоборот расширение, какой исход. То есть исхода и не может быть, на самом деле, ничего законченного в этой жизни нет. Безысходность это здесь и сейчас, безысходность это я, вот мое огромное сознание. Вот оно, безысходность. Как вам теперь безысходность? Да, наполнило, да? Да, да. Ну, а как бы, кто не докрутил, да, не вошло у кого? Еще, посмотрите, ну, что такое безысходность? Ну, может, и другое слово. Каждое слово именно в своем чувстве. Нет, потому что оно не докрутилось. Безысходность это отчаяние, да? Отчаяние это что? Отчаяние. Откуда концы? Нет, отчаяние. Отчаяние это вот. Отчаяние это не знаю, что делать. Так мы же сейчас все идем там, чтобы не знать. Мы только что определили. Когда мы знаем, что мы, ну, как бы засохли. Это классно, ну, да, что делать? Мы чайники, пресухи, а вообще все еще длинные. Да, ну, мы это сейчас быстро делаем. Как бы, кто не вкурил какой-то, мы сейчас будем это помедленнее делать. Какашку превращать? Да нет никаких какашек. Трансформируем какашки там уже. Какашка. Это удобрение до давно. Так, нет, а если взять это понятие еще по-другому. Можно понимать, можно глубоко понимать, можно осознавать, а можно глубоко осознавать, а можно прямо, чтобы тебя что-то прорывало. Да, 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 это зависит, ну, то есть это тоже уровни некого понимания. Какашка это... Можно про какашку? Как ее? Какашка это слово, сделано из ничего, данное определению, что это продукт жизнедеятельности. Мы очистились там, тратитап, создание, да, у нас такое определение. То есть какашка это переработанное слово, которое ты определил, но теперь это вылезло, уже перераспределяется. То есть сейчас идет импульс перераспределить эту какашку, чтобы из движения перейти из одного состояния в другое. Какашка это трансформация. Мы сейчас здесь занимаемся какашками. Какашка это трансформация, понимаете? Да, 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 да. Какашка это переработка, какой-то переработка. Это прямоузка. Это расширение. Это точка расширения. Мы сейчас занимаемся какашками. Ну, как трансформацией. Мы сейчас делаем какашка или трансформация. Какарись. Да. А жопы это были что? Это были точки тоже расширения. Я вас не помню. В прошлый раз. Да. В прошлый раз жопу разложили так, как это безумный рот. Что такое тоже страх? Страх. Страх это когда ты двигался, двигался, двигался. И, короче, у тебя вот тут дверь возникла. А тут еще тысяча дверей. Но вот за этой дверью вот столько, а вот за этими вот столько. Ну, как в шаблончике, да, войти. И если ты переходишь, у тебя сразу же огромное расширение. Страх выступать перед публикой, это значит, прикиньте, какая у вас там сила ее выпустить. То есть страх это сила, огромная сила, которую мы копили для того, чтобы выпустить. Вот она уже просто хочет порваться, вот воздушный шарик уже переполнен, он хочет взорваться. Ну, страшно же, что он сорвется? Знаешь, да? Ну, вот эту силу, как только ты идешь в страх, выпускаешь, то ты просто получаешь там не просто радость, там оргазм, вот один за одним мультик. То есть если вы сейчас со страхом оставите силу, вы будете это слово по-другому произносить, оно у вас, ну, то есть у вас просто, у вас страх, такая новая ассоциативная цепочка сила. Ну, то есть страх уже, это будет не страх, вы будете страх говорить, а по страхам будет сила. Ну, понимаете, это вот что стоит за словом, и вы уже будете его по-другому вообще воспринимать в контексте, ну, наделили другим. Это не просто вот мы сейчас страх и сила, да, это глубоко осознать и переделать этот страх в силу, а этот вот с помощью, вот, собственно, вот этой способности. Вот есть страх, то, что я чего-то хочу, но боюсь, обычно мы боимся то, чего хотим, правильно? Я хочу выйти на сцену, блин, страшно. Это значит индикатор, то, что, блин, я набрала, наконец-то, силу, пора идти. А есть еще страх такой, который лежит в будущем, а вдруг у меня через 10 лет ребенок умрет. Ну, что это за... это не про эту силу, можно говорить. Это уже другой страх. Это уже можно другим словом сказать. Страх страха. Давайте вместе сейчас, я не хочу у вас красить осознание, потому что это очень крутая штука, если вы сейчас знаете, хотя я в эфире это уже сказала в прошлом, в позор прошлом. Когда вы надумали страх, что-то там когда-нибудь произойдет, а вдруг я там сяду за руль и убьюсь, или вдруг я там полечу на самолете, а он упадет. А как вы знаете, если вы сядете в самолет, который упадет? Просто это же человек кому-то говорит, правильно? Как сбывается наш мир? Еще раз, давайте. Первые минуты, чтобы тут говорить, как он не знает. Как сбывается наш мир? Я не знаю, что это думание. Ваше сознание проявлено вовне. Видим мы это сначала. Нет. Внимание, видите, что... Мы об этом два часа говорили, что у нас супер такой. Никаких представляет. Причем, есть представляет. У нас все сбывается. То, что мы хотим материализовать, как творить, там, где наше внимание. Наше внимание зависит не от того, куда ты там усиленно смотришь, я вижу деньги, я вижу деньги. Наше внимание проходит через фильтр нашего сознания. То есть у нас сознание, да? И тут вот такой вот фильтр. Представьте, вы возьмете лампочку, она просто белая, ваш свет, как проектор, светит, ну, вовне и проецирует. А на этот фильтр оденьте желтый обожжет. Ну, там, где-то, оденьте зеленый, а представьте, на фильтр еще такие узоры будут, какая у вас проекция будет. Где формируется изначально все? Внутри. Это мы про что уже говорили? Ничего не материализовывается, никаких желаний не материализовывается. Вообще мы дошли до того, что нет никаких желаний. У нас просто есть наша трансляция вовне, проявление, во всем. Проходящий через фильтр и наше сознание. Внутри. Внутри. Мы их внутри определили. Разделили. Мы есть все. И все. Мы себя внутри уже разделили и определили. Вы лампочка, проектор, вы наблюдатель. Вы в позиции наблюдателя. В позиции то, что мир вторичен, он проецирует вас в твердь, в проявленное. Он вас, вы себя проявляете вовне из этой точки, правильно? А эта точка определяется через фильтры вашего сознания. Проекция идет. И вот этот фильтр вашего сознания, это все ваши программы, шаблоны, мысли. То, чем вы наделили каждое слово. И то, чем вы наделили ваше слово, оно проецируется вовне. Ну вот, мы же говорили о том. Мы об одном и том же говорим. Сейчас понятно? Да. То есть у вас... Да, вот сюда страх. Да, там про страх. Вот, а теперь переходим к страху. Понятно. Кстати, вот все, что мы сейчас говорили, мы на самом деле про деньги говорили. Если мы возьмем любое другое слово, оно все улыбкой будет. Мы просто потом к концу щит не увидим и все пойдем. Проект страх. Накидывайте. То есть если есть вот эта вот сила, я хочу, да, но я боюсь, а я хочу это сделать. А есть то, что я не хочу. Да. Что будет тогда? Вот давайте накидывайте. Что может быть? Ну, получается, это желание. Если ты боишься, значит, об этом думаешь, значит, это есть в тебе, значит, ты хочешь это проявить как-то вовне. Прожить опыт. Прожить какой-то. Так, это может долбаковать сделать. Давайте, отключаем, я знаю. Если я этого не хочу, значит, у меня напомнишь к сознанию, что это плохо. Получается. Я тебе прошу, что ты спрашиваешь? Страх в будущем, да, ты имеешь в виду? Да. Мы начинаем разбирать, что такое страх. Есть страх, который есть сейчас. Я начну, но боюсь, я начала сделано. Я понимаю, что там сила. Да, да. А есть страх над водой, которым надумаю. Да, надежда. Ну, как ничего нет, если ты об этом думаешь. Вы там в страхе, не то, что там силы нету. Вы здесь знаете, что вы хотите, да? А здесь вы не знаете, что вы хотите. Да. А, здесь не знаю. Это не ответ. Это я вам просто накидываю, что здесь может быть, чтобы вы не знали ответ. Если я боюсь, значит, там явно есть какое-то желание, но я не понимаю, какое это желание. Если тут я понимаю, что у меня есть желание, я боюсь. Я хочу выйти на ближайшее время, я пошла и вышла. А там я боюсь, но я не понимаю, что там за желание получается. Стоит, правильно? Так, получается. Так, и потенциальная сила тоже получается. А? Потенциальная сила. И потенциальная сила. Получается, я знаю, чего я не хочу. Ну, то есть там. Да, но вы хотите все. Да, а скормулировать? Да, вы наделили то, что вы не хотите. То есть какой-то опыт, наверное, который есть. То есть, что в любом случае знания, какие-то знания, возможно, у нас появляет страх, в будущем мы что-то боимся. У нас есть, что какие-то знания, куда они берутся, знания, что они действительно... Жизнь там рождается откуда? Да. Откуда? Откуда? Отвнутри. А если от каких слов, в которых вы наделили чем-то, то откуда? Из-за интереса, что вы. Я уже со всех сторон пытаюсь, чтобы вы дошли, я не хочу красить. То есть из наших, ну, короче, влажаем, что вы, из-за интереса, что вы. Мы начали, я знаю. Мы начали, я знаю. Вы начали из прошлого, а спровоцировали на будущее. Ну, если нет, в прошлого, вы будете еще. Нет, ну, я знаю, значит, уже это есть. Ну, во-первых, мы вылетели из точки, да, это уже априори, что, блин, я творец, и я творю все, что я хочу. В будущем, нет, это не по-моему, по-моему, страшно. Ты не видишь, что ты творец, то есть ты в будущем предполагаешь, но ты не творец, ты не творец. Ты уже заранее определил, что я оттуда не хочу. Из-за этой точки. И как будто. Да, поэтому тебе это страшно. А что, когда-то, ты думаешь, что как когда-то было, а мы же оттуда знаем. А, ну, что, если я не творю реальность сейчас, то тогда это может как-то со мной, типа, в будущем произойти, или в прошлом произошло. Ну, что, получается, ты вообще боишься, что ты не знаешь, чего боишься. Я боюсь конкретно, что у тебя через три года у нее отрежет. Смотри, а если это рассматривать в той позиции, что ты есть уже там и здесь и одновременно везде, то есть там он тебя, допустим, уберет, ты этого боишься. А если в эту точку приходишь, вот этого ничего нет, это понятно, вот этого не может быть, но мы часто вылетаем, да, я всегда меняю позиции, причем осознанно меняю позиции, и я и в жертву хожу, смотрю на нее, играю в жертвы, я играю по-разному, да, я не всегда в этой точке, потому что таких точек бесконечное множество. Ну, это точка хакает, все сразу. Ну, да, это точка хакает. Но если вы в других точках, вы большее время находите в других точках обзора. Если я боюсь об лудчестве, то я боюсь того, что я не знаю, вы их неизвестность. Я боюсь того, что я не творец вообще, получается. Ну, это понятно, вы уже вылетели, не понятно, что вы тут не творец, если вы играете. Да, мы вылетели, представите, что вы сейчас выбираете, мы вылетели. То есть он рождается, почему? Почему? Ваши «Я знаю» рождаются от чего? Из того, что там уже сформировались какие-то смыслы. Как это должно быть? Из опыта, да. А опыт – это что? Это знание. Опыт – это уже неинтересно. Опыт – это то, что вот они сформированы, какие-то формы. Если разобрать слово «опыт», то опыт – это когда мы взяли слово, определили, назначили, видели, зафиксировали и подтвердили. Мы получили опыт. Пока мы его не подтвердили, опыта нет. Да, да, да. Я сейчас соберусь себе что-нибудь поделизовать. Пока это все не подтвердится мной, не зафиксироваться и подтвердиться, что так было. Если у вас есть такой страх, у вас где-то есть такой опыт. Подтвержденный, да? Подтвержденный. Подтвержденный. Все. Не зафиксировался. А где тогда он подтверждался? Хорошо. Я просто сейчас хочу со 137-го левелу вообще найти сверху. Это вообще круче его сейчас. Моя память. Где-то подтвердился в моей памяти, что это было. А что такое память? Ну, это вот, типа… Опыт. Типа опыт. Типа опыт. Типа, если я видела совсем, то поход, оно в какой веточке какой-то был. Был такой опыт? Конечно. А вот сто процентов. Вообще классно. Мы уже на 50 левел поднялись. А еще выше. Это же моралка получается. Это же моя клеточка так переживала когда-то. Да. А так упрощена. Типа ты идешь туда, где ты знаешь, что там офигенно. И ты себе какими-то путями начинаешь навекать, что там офигенно. А теперь поднимемся еще на 50 левелов. И я вам скажу. Когда вы получили опыт, что вы с этим опытом хотите сделать? Изменить. Изменить. Нет. Использовать или как-то усовершенствовать, а где-то в чем-то другом. Получить изменить. Получить изменить. Изначально кто сказал, что страхи, душа пришла на таком уровне. Мы сейчас то же самое, только с другого обзора смотрим. Да. Чтобы получить этот опыт. Опыт узнали какой. Уже знаем как не делать. Этого уже не будет естественно. Это вот такой уровень. А сейчас вот здесь, если вы понимаете то, что в какой-то части меня был опыт. Уже был. Был. Да. Даже не в этой реальности. Потому что мы все реальности проживаем. Опыт мы хотим, вот. Возвращаясь. Опыт мы хотим, что делать. Мы когда нарабатываем опыт. Мы все время хотим его повторять. Усовершенствовать. Я опытный инженер. Я опытный художник. Мы хотим все время его зациклить, у нас есть такой же вот, конечно, да. Когда у нас вот этот в будущем времени страх появляется, вот давайте все, что я вам накидала, теперь вот прям, родите. Когда мы можем это использовать, если это только? Зачем нам это было вообще? Он говорит, что нам уже может быть неинтересен, потому что мы его прожили. Это вы уже квантовый скачок совершили, вам уже неинтересно проживать, вы уже его не хотите. А когда ты вылетел из точки, все остальные люди, они хотят проживать опыт. Я просто расскажу, что такое страх. Понятно, сейчас, если мы творцы, у нас не может быть страхов. У нас здесь и сейчас кто-то есть. Но вы же вылетаете и просто разбираете слово «траф». Да, квантовый скачок произошел. Где вообще зачем страх? Да вообще, что это за понятие? В чем вопрос будет? Нет, этот страх – это прожить по-новому. Это наше рождение. Зачем? Усовершенствовать. Со старым, со знанием-то, да? От слова-то нахрен он нужен? Зачем ваши страхи проживать? Зачем вам проживать смерть ребёнка по-другому? По-другому. Зачем? Зачем? У вас есть шаблон мышления, что опыт нужно проживать. Вот и все. Шаблон мышления, опыт нужно проживать. Но вы сейчас понимаете, что опыт-то, зачем ему проживать, он успел в момент получения. И вы просто сейчас трансформировали свой шаблон проживать опыт. То есть, типа, он уже прожил моими какими-то частями, его не надо больше проживать. Да прикинь! Да прикинь! Уже всё есть. И уже этот опыт уже прожил. Он устарел. И для того, чтобы двигаться дальше по жизни, нам нужно что-то новенькое. Зачем нам проживать? А тогда почему он возникает, если брать отдельную учебу? Вы лифтарачиваете? Ну, не осознанный человек, потому что... Ну, сейчас вы просто понимаете, вам даже не понятно, зачем это так. Вы сейчас сидите в дворцах, а мы сейчас вас опять снижаем, а вы не снижаетесь. Ну, как-то, чтобы сейчас вам прогнать про этот страх, надо опять вас отпустить туда. Потому что вы сейчас не поймёте, вы вообще не понимаете, что упустите. А вы сейчас смотрите, никто не вкуривает вообще. Я знаю, знаете, что делать? Вы, короче, знаете, что делать? Вы, короче, знаете, что делать? Вы берёте, рассказываете людям, что вообще проблем никаких нет. Всё, ну, прям, уже классно. Ну, то берёте, ну, я имею в виду, это классная схема. Да, это вообще... Потом вы опускаете человека обратно на дно. Вы понимаете, да? Не, смотри, нет. Опускаете опять вниз. На, посмотри, на самом деле, вообще жопа в жопу, да? А потом обратно, короче, понимаете? И чтобы человек осознал, в чём суть. Когда он спускается, он... Вообще, в чём проблема-то была? Чтобы показать человеку, в чём, где. Потому что можно опусти человека поднять. Ну, это трудно. Когда тебя щёлкает, ты всё равно этого не понимаешь. И вы понимаете, когда люди называют меня мошенницей. Нет, ну, давайте передачи. Это невозможно понять тех, кто сидит в акции сейчас. Потому что они не поднялись и не опустились. Они просто сидят в акции. Да, да. Я не понимаю, о чём вообще речь. И здесь 90% сейчас я не понимаю. Зачем? Чего надо вообще так продвинуться? Да, это понятно. Я имею в виду, если человек образно, например, не сяга, то он не знает, что он в акции, да? И поднимаешь человека, опускаешься. Ну, как бы, обратно я не докажу, что ты смотришь. Ну, можно. В смысле, схема такая. Посмотрите, кто задел. Потом ты обратно поднимаешь, и человек за счёт вот... В смысле, в чём была проблема? Потому что поменять можно всё. Главное, да. Я, наверное, тупая, просто... Я так и не понимаю. Когда человек... Мы просто вопрос задали изначально, да? Почему страх сбывается, да? Потому что человек... Страх происходит... Другой вопрос. Нет. Зачем просто мать страх? Ну, почему человек боится, и у него как бы это происходит, да? В жизни. Потому что он находится в точке обзора, типа, я ему творец, да? Когда он в точку обзора творец заходит, он такой, хопа, а что я хочу этим своими мыслями? Я так и не знаю. Я так и не знаю. Это мой взгляд. Я так и не знаю. Это это утверждение. То есть, пишка, иницу, либо ты творец, либо нет. Если ты творец, то человек, то зашибись. Если нет, то ты не управляешь. А если ты жертв, то творец или нет? Нет, да. Нет, да. Да. В смысле я говорю, что я была жертвована. Творец может против жертвы? Конечно. Да, да, я поняла, все. То есть мы сами выбираем, по сути здесь выбор идет. Что? Ну ты делаешь выбор с какой точки? Когда ты кто? Да, ты когда понимаешь, то есть когда ты вот в этом, то есть твое состояние. Ты будешь выбирать в состоянии? Я вот сегодня целый день сижу, я не могу от шаблона избавиться. Откажите, на кого? Я пришла за деньгами. Я за вместе сижу думала, а зачем они не нужны? А где шаблон? Ну они не нужны, зачем я тогда туда пришла? Так? О, я и хотела сказать про мошенницу. Ко мне приходит человек и говорит, Нелли, у меня там 5 миллионов рублей в долг, я должен отдать. Я говорю, тысячи евро. Ну ладно, ну 5 миллионов евро и тысячи евро. Мы с ним работаем, с ней. Ладно, это у нас девочка классная. Долматов еще часто рассказывала эту историю. Ну таких историй много. И я получаю отзывы, ты мошенница. Я, блин, варганно кайфую, потому что нифига это круто. Мы работаем там несколько часов. Я говорю, ну давай теперь посмотрим на твой долг. Какой долг? Я говорю, тысячу евро ты за что заплатила? Да я просто хотел и все, черт потерялся. Верни мне деньги. И вот это вот, ну всегда. Ну да, ну я конечно шлю, они рыжут и уходят, да. Но все. Главное их взять заранее. Это потом надо собрать. Просто вопрос в том, что когда ты переходишь на другой уровень, тебе кажется, блин, да у меня всегда так было. И все. И вчера еще такой вопрос. Сейчас можно здесь про деньги вообще поговорить. Какие деньги? Какие деньги? О чем? Вы сюда пришли почувствовать себя богами. А если вы боги, у вас есть все, у вас есть деньги. Когда в этой точке столько силы ты можешь все. А какие деньги вообще? У меня есть все вообще. У меня есть все. У меня есть состояние этого все. И у меня из этого все, вообще все есть. Ну то есть, если ты в этом состоянии все, ну ты посмотришь, что будет. Ты сейчас начнешь наблюдать и увидишь. Походи в нем немножко. Да, день, два, неделю. Посмотришь, что произойдет. Я когда говорила про деньги, да? Когда она знает, что у нее их как воздухо, это все есть. А тут в этой точке все как воздухо. Ну то есть, тут вообще нет вопросов. У тебя все. Ой, давай. Их как воздухо там где они? Ну их надо опустить. Где вы попустите там? Не, не надо. Не, 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 не. Не опустите она. У меня глядит как наблюдать, чтобы его не стало. Да. Вопрос с этого. Да. Вопрос. Так да. Вопрос. Вопрос. Дом.